Так, ну что, Женя, давай отпускаем тогда человека. Да, да, Тимофей. Посидеть дальше можно послушать, да? Да, конечно, конечно. Отлично, спасибо. Так, Руслан, следующий у нас. Алло, да, привет. Привет, слышно меня хорошо? Да, хорошо слышно. Так, ППП, с чего начать? А, сразу, пока не забыл, короче, я нашел этот сайт, который вы не могли найти. Вот он. А, этот фундамент и твой сайт, который, типа, кто-то скопировал в Новосибии. Они, кстати, там даже телефон, по-моему, один внизу забыли поменять, Челябинский. Я его тоже приметил, давно смотрел. Так, у меня, короче, основной вопрос, ниша у меня бурения воды в Новосибирске. Ну, бурения скважин. Я там сделал сайт уже, я скинул там домашку вроде, не помню, проверил-то нет. Я уже даже сделал рекламу, запустил уже пару заявок, даже получил в четверг и пятницу. У меня вот... По чем заявки? По чем заявки? Сейчас я тебе скажу, открою статистику. Я тебе могу доступ дать? Ну, вот первая пришла в четверг, 500 рублей был расход за день, и одна заявка упала. Вторая в пятницу 435 рублей, и тоже одна заявка упала. В субботу-воскресенье, ну, вообще, в целом спад по показам был, ну, и по кликам, и заявок не было, и расход там был по... Вот сегодня 140 рублей за день, вчера 300 рублей. Ну, выходные, наверное, народ отдыхает. Это я запустил... У нас приходят заявки, кстати, в указания к выходным. Ну, видишь, еще у вас-то там RCA работает, и я еще ее не успел запустить. А ты, кстати, не присылал сайт. Например? Слушай, ну, я скинул домашнюю вроде. Ну, вот смотри, я тебе просто покажу. Не, ну, сейчас... Я могу только одно сказать, что сайт в любом случае лучше, чем у Артема, потому что то, что он сделает, конечно... Ну, вот, последний урок, восьмой, который ты присылал. Если бы ты просто в таблицу закидывал, и сюда не отвечал... Не-не-не-не, я все сделал, сейчас я тебе покажу. А, вот, 11 урок. Так, вот... Почему-то он у меня не появлялся. Ну, да, что-то, видать, накладки какие-то. Я скинул, у меня написано, проверяется. Вот, у меня, как бы, вопрос какой. Я поставил стоимость кликов, ставил, исходя, ну, из декомпозиции, типа, на трафик на 62%, на объем трафика. Вот, Костя, я вот твои видео смотрел по бурению, вот, в Казани, что-то там сайт настраивал, там, компанию анализировал. У тебя там клик... Ну, у меня клик средний, там, по 24 рубля вышел. У тебя ставки изначально выше стоят, и, ну, объем трафика у тебя там около сотки, даже больше по ключам. Я вот хотел спросить, мне стоит, как бы, тоже стоимость клика, ну, как бы, ставку задрать, чтобы получить больше объем трафика сейчас на первоначальном этапе, или, как бы, так пока оставить? Сейчас, подожди секундочку, я просто одновременно открываю статистику. Хочу посмотреть среднюю цену клика. У тебя 60, по-моему, было, 61 рубль, если я точно помню. Ну, уже 55 рублей средний на клик. Это с поиска, разумеется, я говорю про поиск. Да, это я тоже про поиск говорю, да. У нас получается, что, смотри, показов в день в среднем, то есть при том, что у нас задрана ставка, да, 139 показов, кликов 15, соответственно, CTR, ну, я там утрирую, да, от 10 до... В среднем, короче, 14, 15 процентов, вот, CTR. А получается, что расход в день колеблется от 800 рублей до 1200. Это только по поиску, да? Ну, заявки идут, соответственно, да. На это поиск. Ну, понял, понял. Ну, это топ, выше уже некуда. Ну, понял. А вот про Россия эти сейчас... Россия, по-моему, сейчас, Женя, секундочку. 10 рублей или 11, а там в среднем было. Да, да, все так и есть, 10.11, так и есть, все это правильно заметил. Ну, вот у меня... Ну, трактор, или, кстати, с поиска плюс-минус, я смотрю, столько же, сколько с Россия. То есть разницы нет никакой. Ну, это, опять же, для Казани, потому что, я говорю, у меня не было такого опыта, чтобы я там для Новосибирска, например, делал. Ну, короче, мне в четверг пришла первая заявка, я вообще офигел. Ну, знаешь, еще чего, но я мобильный трафик вырубил. А, ну, я видел, на 50% делал минус, да? Да, и поэтому трафика сейчас в разы меньше стало. Ну, понял. Ну, я пока не стал это ничего рубить, как бы так пока оставил. У меня еще проблема то, что, ну, я сам все делал первый раз, и немножко, ну, как бы уроки, я монстра маркетинга тоже там прохожу, типа, и, ну, как, я сначала делаю, а потом, типа, урок проходит, который мне нужен. И я такой, а, короче, смотрю. Надо было по-другому. Ну, да, но по-другому никак, видишь. Не, я говорю то, что ты смотришь урок и понимаешь, что надо было чуть по-другому все делать, да? Ну, да, 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 то есть вроде и ничего, а с другой стороны находишь, что там как бы то-то чуть-чуть не так, то-то чуть-чуть не так. Ну, я понял, ты сайт сам делал или... Да, ты сайт увидел? Ну, я вот смотрю на экране. Ну, привет, Костя, как бы, типа, ну, Костя, если посмотрит, его... А я вижу, вижу. Видишь? Ну, нормальный сайт вполне. Ну, я, наверное, вот этот в таблицу бы перевел, потому что... Ага. Он у меня есть на черновике в таблице, просто не знаю, что я его не сделал. Там есть у меня страничка, надо просто поменять. Более читабельный будет, ага. Да, потому что без таблиц довольно тяжело. Остальное, ну, я это остальное видел уже, да. Ты тот страшный Франкенштейн привел более-менее в какой-то порядок. Ну, может, я еще на Тильде учился как бы делать, и себя учил, и девушку учил, жену точнее, и вот мы вместе там с Ворганин. Ну, всякий неплохой, то есть, ну, 500 рублей заявка, я думаю, ну, вполне нормально. Ну, да, я надеюсь. Пока еще не вечер, тем более, я смотрю, СРСЯ, они более дешевые заявки идут. Я просто вот смотрю по статам. Я тут запускал бурение науду по 5 рублей ставка. То есть я вам показывал-то одну компанию, а я уже делал другие. Вот средняя цена клик 6,26, и оттуда тоже заявки идут. То есть это в среднем, например, расход в день 11 рублей заявка приходит. То есть такое. Прикольно. Так, и что вот в итоге-то по ставкам порекомендуете? Ну, как бы вот объем больше делать, ставки не выше. Поиск, да, я, наверное, рекомендую саму первого, а задрать, а в АРСЯ проще всего сделать сначала какие-нибудь ставки а-ля там 5-7 рублей, а потом... Низка трудки не будет увеличить. Ну, понял. Ладно, в поиске, смотри, я бы на той месте сделал, знаешь, как вставил бы там не максимальные ставки, а что-нибудь там 85 на первое время, допустим, на следующей неделе 85 бы поставил, посмотрел, как изменится. То есть если, ну, станет больше заявок, и они останутся там по такой же стоимости, там, допустим, 500, по уровню там 500 рублей, то как бы окей, можно на первое время будет оставить. То есть там дальше поднимать уже не обязательно. Просто 100% трафика нужно, это когда у тебя, грубо говоря, есть ресурсы, чтобы их исполнить, эти заявки, правильно, нормально обработать и так далее. У тебя, так я понимаю, ты начинаешь только, и могут возникнуть заминки, скажем так, именно с роботов и заявок и со всем остальным. Я одному человеку пока кидал обе заявки, но один там человек, ну, по заявке один просто там приспрашивался по глубинам, ну, такой. А вот один он даже уже съездил, у нас первая заявка, которая была, он съездил на место, выехал. И как бы заказали бурение, и я вообще офигел, типа, на первый день работы компании. А что, так можно было, типа, да? Ну да, ну что это я все сделал, дядя, охуенно. Хочешь лайфхак? А, давай. Когда мы уже начали бурением заниматься с Темой, мы поняли еще одну вещь, потому что у Темы параллельно есть интернет-магазин насосов, да, и вот, по сути, внутрянки. То есть, по сути, ты делаешь, да, буришь скважину, а еще ее нужно благоустроить, да, правильное слово. Вот. И, по сути, очень хорошие деньги можно дополнительно столько же заработать как раз только на том, что на благоустройство еще дополнительно. Вот. При этом сами, господа, бурильщики, они почему-то не продают это. Я не знаю, по какой причине. А контакты-то у тебя есть, соответственно, ты можешь им сразу говорить, давайте благоустройство, то 5-10, и можно им еще до продать. Плюс воду в дом-то до конца именно довести, это тоже достаточно денег. А если еще внутри разводку делал, то, ну, там уже совсем другая история. Ну, вот, ему проще, у него, типа, магазин свой, а мне что, искать... Магазин. Ну, найти магазин. Найти магазин, да, и с ними договориться, как... Вообще, чтобы вы понимали, свой магазин, это не значит, что он сам производит эти товары. Это значит, что он где-то... Он просто является дилером, и, соответственно, он просто их продает. Ну, понятно, понятно. Ну, подумать можно будет, схемы всякие, конечно, чтобы увеличить, как бы, выхлоп с этой всей темы. Из каждой заявки. Да нет, просто у каждого клиента спрашивай, ты вот сейчас найди просто себе товарищей. Ну, на первое время можешь найти товарищей, которые занимаются именно обустройством антискважного. Скажи, что мы как бы бурим, нам нужно еще обустраивать, и там за 10-15% готовы ли взяться. А это не одни и те же люди делают и бурение, и обустройство этих типов разного, да? Ну, как бы выяснилось, что это разные люди. Да. Это бывает, что разное, бывает они и те же, то есть... Просто нет, сами бурильщики, им абсолютно наплевать на то, что там где-то что-то нужно еще до продать, они как-то особо голову себе не делают. Я не знаю, почему. Ну, они на своем, зацикленные, все. Ну, да. Вот, поэтому для начала найди кого-то, кто будете обустройствовать еще эти скважины делать. Вот. И это... Ну, да, это крючечка с ними. Позвоним клиентов там после того, как скважину пробовали. Там, все ли, у вас хорошо, а можем еще там обустроить вам скважину. Просто на скважину можно заработать, допустим, пятнашку, а на обустройстве еще пятнашку, а то и двадцатку. Да. А вот и двадцатку запечатал. Он пятнашку заработал с одной скважины, еще сверху, но так у него еще свой магазин и тому подобное, он заработал еще что-то 25 или 30. Вот то же самое примерно там. Первая же заявка, она только долго закрывалась, потому что мы запускались в апреле, а в апреле тогда еще уже с ним, ну, там, плюс-минус, нет, холодно, да, и все переносилось на майские. И он на майских выполнил первую же заявку, еще закрыл ее на устройство. Нормально. Поэтому найди себе еще партнеров по этому. Ну, по-позже. Еще такой вопрос у меня там по Авито, короче, там и урок есть такое наставническое занятие, типа надо объявление дать. Ну, там у нас сидят в топе, они постоянное объявление поднимают, ребята, которые, типа, бурят скважины там по 1200-1300. У меня минимальная, как бы, цена 1500. Ну, я не знаю, стоит вообще нет туда лезть. А почему нет? Ну, а как, просто с ними бодаться, типа поднимать объявление и все? Ну, да. Просто со своей ценой с большей, да? Ну, может с такой же. А на выезде уже объяснять, почему у вас дороже. А может вообще цену не указывать в объявлении? Ну, да, да, кстати. А еще я видел где-то в других регионах, там вообще, ну, я опять же не знаю почему, ну, типа вот конкретные регионы, у них все цены пишут не в стоимости метра, а в стоимости, ну, типа, под ключ. Типа все пишут, бурение скважин от, типа, 20000. Внизу кто-то пишет, типа, от, там, 30000. Ну, типа, у них вот такая война какая-то идет странная. Ну, это забей, это у всех, ну, везде все по-разному. Тебе, как бы, главное получить заявку. Ну, да. Ладно, объявление тогда дам. Хорошо. Ты вообще, это, во-первых, что ты должен был сделать, прежде чем делать лунбасса рекламу, но, ладно, опустим уже это. Ну, у меня, как бы, объявление дать, там, типа, много ума не надо, я больше хотел научиться вот схеме работать с сайта рекламы, но для меня это намного важнее, типа, чем объявление, потому что я там в другой нише в своей объявлении уже этих надавался, наработался. Поэтому, ну, не сильно интересно было. Ну, и деньги, конечно, интересно заработать. Ну, вот, что-то как-то так. Это... Пурение, сколько получилось-то в итоге? Еще неизвестно. Он, ну, я разговаривал с мастером, он говорит, что, ну, это непонятно, это только по факту мы можем там глубину узнать. А когда будет закрыть это? На неделе на этой, на этой рабочей неделе. Конкретный день он тоже не сказал, говорит, я, типа, как подготовлюсь, так поеду. То есть они на конкретную дату не договаривались. Но он закрыл его по стоимости 3,5 за метр. То есть, ну, и... 1,5 за метр это очень нормально. Да, это нормально. И... И глубины там, ну, я думаю, от 40, потому что я там находил у конкурентов карту глубин. Там, в принципе, в том районе. Ну, и он тоже говорил. Добавил. Что на сайт он добавил? Зачем? Ну, пусть звонят. Зачем людям отвечать на вопросы, которые они должны позвонить? Ну, я пока так решил, типа... Да не, оставь пока, как есть. Тут вопрос. У тебя конкуренты некоторые могут вообще за 2,5 даже делать, а за 2 даже иногда. Некоторые за косарь делают, за косарь с чем-то там. Вот мы писали в объявлениях. А для 3,5 это очень круто. Нормальная цена вполне. Ну, да. Вот если все состоится, если он меня не кинет, не пропадет никуда, то это покидаю ему еще и посмотрю, конечно, интересно будет с ним поработать. Ну, грубо говоря, это заявки где-то 20 куда-то должно получить. Ну, не знаю, мне страшно говорить эти вещи вслух, поэтому... Судя поулк, ну, на сколько вы договорились процентов? На 10. Но он так сказал, типа, если прям сильно дофига будет там 1200, то я типа, ну, не могу тебе 10 дать, я дам, ну, там, 1015-13 дам так. Я говорю, 15, он и даст, наверное. Но он даже при условии того, что там будет, ну, то, что ты сказал, там 30 на 30 будет 90, но мне кажется, там да, он будет 1010, может такое. Но это все равно, в любом случае, какая разница, заявка стоит 500 рублей. Условно, это открытие идет, ну, камон, то есть. Ну, да, это понятно.